МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ТНВ новости Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чём пойдёт речь. Он отправится охранять границы. Как на Зеленодольском заводе заложили новый патрульный корабль, увидела Альбина Слагараева. На термометре минус 20, а по ощущениям все минус 30. Машина не завелась, пришёл пешком идти. Как-то неожиданно был сюрприз. О первых более-менее серьёзных морозах в республике в этом году. Слава Пахмадуле. Уступи всем и можно направо. Как бы никому не мешаешь, пожалуйста, направо поворачивай. Почему новый дорожный знак в Казани провисел всего сутки? Лина Зинатулина. Свидания разрешаются. Это не тюрьма, я никогда им не был. И любая больница никогда им не станет. О нововведениях отделения реанимации расскажет Алина Бережная. Всё повторить, как на 31 декабря. С Нового года, вот 31 декабря, все поздравляем с наступающим Старым Новым Годом. А может быть, это желание продолжить наш праздник. Как казанцы готовятся встретить Старый Новый Год. О всех деталях Альбины Небеева. Сегодня Нижнекамский суд отправил за решётку Данила Катенёва. Главный подозреваемый в убийстве Гульшат Катенкова арестован на два месяца. Во время судебного заседания он пытался скрыть своё лицо и не ответил ни на один вопрос журналисту. Следствие настаивало на аресте, мотивируя тем, что Катенёв совершил особо тяжкое преступление. И если будет находиться на свободе, то может сбежать или уничтожить улики. Напомним, что задержанный полностью признался в убийстве 28-летней Гульшат. Её тело было найдено 10 января на территории лыжной базы Нижнекамска. Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 10 марта. Уникальный, высокоманёвренный, подвижный и очень зубастый. Именно так отозвался о патрульном судне заместитель премьер-министра России Дмитрий Рогозин. Сегодня он прибыл в Зеленодольск на закладку нового корабля. Судно предназначено для защиты и охраны морской экономической зоны. Как завод имени Горького сегодня вновь расправил паруса, увидела Альбина Солгараева. Подарок Старому Новому Году в Зеленодольске решили сделать своими руками. Заложили очередной корабль. Церемония, как всегда, прошла торжественно и масштабно. И радоваться есть чему. Это шестое судно, серийное производство, гособоронзаказ. Время непростое. И страна ждёт сегодня от российских корабелов, от корабелов Татарстана, особых усилий, особого рвения с тем, чтобы страна чувствовала себя ещё более надёжно. Вы являетесь уже стабильным, давнишним исполнителем государственного оборонного заказа для Министерства обороны. Мы очень довольны вашей работой. Начиная с патрульных кораблей, катеров, грачат, вы сейчас устойчиво вышли на рынок создания кораблей ближней морской зоны. Патрульные корабли, малый ракетный корабль, малый корвет стал уже предметом гордости российских вооружённых сил, военно-морского флота. Корабли, построенные здесь, в Казани, в Зеленодольске, вы знаете, отлично проявили себя в Сирийской Арабской Республике во время конфликта. Они хоть и маленькие, но очень зубастые. Важность развития оборонных предприятий и умение быстро наращивать объёмы производства одна из стратегических задач, которую ставит президент России Владимир Путин. Об этом он говорил в ноябре прошлого года на совещании с оборонными предприятиями, в число которых входит в Зеленодольский судостроительный. Здесь уже спустили на воду не одно поколение военных кораблей. Способность экономики быстро увеличивать объёмы оборонных продуктов и услуг в нужное время одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. Сегодня табличка «Скоро целое судно». На патрульном корабле появятся каюты, рубка, энергоустановка и вооружение, и даже вертолёт. Очень важно, чтобы завод был обеспечен заказами. И в этом деле, Дмитрий Олегович, Юрий Иванович, я хотел бы отдельно поблагодарить вас, благодаря заказу. Спасибо большое. Завод не только развивается, он просветает, и у нас огромные планы. В праздник и награды Рустам Яниханов наградил вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина медалью Республики за доблестный труд. За многолетнее плодотворное сотрудничество и большой вклад в реализацию совместных проектов по развитию оборонно-промышленного комплекса. Главное преимущество таких кораблей – многопункциональность этой боевая машины и спасательное судно одновременно. Первый корабль такого типа спустят на воду весной этого года. По плану, корабль должен достроиться через три года. В 2021 году его спустят на воду. Куда же он отправится выполнять задачи, пока неизвестно. Ремонт на 6 миллиардов. В этом году Республику вновь ждет волна вливаний в лифты, трубы, фасады и подъезды домов. 995 многоквартирных домов затронет капремонт. Примерно четверть денег на ремонт из козлы Татарстана, остальное из бюджетов районов и денег жильцов. 2 миллиарда рублей из республиканского и больше 600 миллионов федерального бюджетов потратят на парки, скверы и пляжи. Причем свои пожелания сможет выразить каждый. Рустам Миниханов поручил выслушать каждого татарстанца. Для этого в Кремле решили прибегнуть к рейтинговому голосованию. Также большой объем работы в рамках в целом общественных пространств ведется Министерством транспорта по дворам наших крупных населенных пунктов. Вскрыли дверь и вошли в квартиру. На законных основаниях. 700 тысяч долга за жилищно-коммунальные услуги довели до столь жестких мер. Именно столько накопил житель набережных Челнов. Напомним, судебные приставы и стражи порядка могут входить в квартиру без согласия жильцов. Достаточно решения суда. Но зачастую в дело идет не только документ, но и спецоборудование. Распиливать дверь полностью не пришлось. Услышав шум болгарки, появился хозяин двухкомнатной квартиры. Мужчина неоднократно получал письма с требованием ликвидировать задолженность. Мне ничего не приходилось. По почте отправлялась в базу. По почте мне ничего не приходилось. Дверь откройте. Вы сами лично в руки получили. Дверь открывайте. Долг собственника этой квартиры более 700 тысяч рублей. В последний раз он оплачивал коммунальные услуги 10 лет назад. Из-за долгов блага цивилизации отключили еще в 2009 году. Несмотря на это, в квартире горит свет, из крана течет вода, есть газ. Подключились к проводам соседей. Воровали у них электроэнергию. Ну, опасно тем, что плохое соединение. Могло случиться короткое замыкание и пожар в квартире. У них тут было отключено газоснабжение. Они подключились самовольно. И сейчас газовая служба их отключила. Помимо перекрытия газа, специалисты отключили электричество и поставили заглушку на трубе горячего водоснабжения. Кроме того, собственнику жилплощади пришлось распрощаться со своим имуществом. Один, пожалуйста, оставили. Один забирали. Один оставили в холодильник. Он не работает. Помимо холодильника, судебные приставы забрали два телевизора, домашний кинотеатр и обогреватель. На имущество пока наложен арест. Если хозяину квартиры удастся доказать, что вещи не его, их вернут. Также он может их выкупить. В течение 10 дней у него есть возможность для обжалования, акта ареста. После этого мы будем передавать на реализацию, чтобы это имущество реализовалось. Если после этого собственник не начнет решать проблему, то лишится и жилья. В Челнах уже были факты переселения в квартиры меньшей площади либо в малосемейке. Светлана Звонарева, Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, ТНВ Набережной Челны. На термометре минус 20, а по ощущениям все 30. За неделю до крещенских морозов в республику пришло резкое похолодание. Ожидание автобусов превратилось в вечность, а автолюбители испытывают на прочность аккумуляторы своих машин. Кому морозы ни почем, и стоит ли ждать потепления, узнал Салават Мухаммадуллин. Минус 20? Это что, холодно? Не смешите меня. Еще пару дней назад многие сказали бы именно так, а на деле минус 20, а по ощущениям все минус 30 оказались не то чтобы непреодолимым, но все же испытанием. Задерживая дыхание и поворачивая ключ, большинство автолюбителей завели своих ласточек. Благо, для машины минус 20, это действительно минус 20. Постукивая лопаткой, с нетерпением ожидая теплый автобус, встретили морозы пассажира общественного транспорта. На остановках немноголюдно, зато находятся места для всех живающих в салонах. Несмотря на работу нескольких обогревателей, окна красных машин в ледовом плену. Машина не завелась, пришла с пешком идти. Как-то неожиданно был сюрприз. Последние как минимум 7 лет погода вообще у нас поменялась. Теплая. Не знаю, куда морозы пропали. Мне наоборот нравится то, что холодно и сухо, чем тепло и влажно. Нипочем морозы и рыбакам. Как удается рыбачить, по несколько часов на таком холоде делится неохотно. Разве что говорят о привычке и, конечно, теплой экипировке. Рыбаки вообще народ закаленный. Так что поэтому они не боятся никакой погоды. Настоящие рыбаки. Если хорошо экипироваться, то и не чувствуешь холода. Вот и все. Тот, кто когда-то был на рыбалке, поймет. Это, ну, в Вене не знаешь. Еще холоднее на северо-востоке республики. На Бережно-Челнинском центре социальная адаптация ажиотаж. Все 50 мест заняты. В основном здесь принимают тех, кто остался на улице без крова. Количество обращений приходится на этот период в основном. Потому что начинается температура снижаться. Соответственно, и условия содержания в подъездах, на улицах и так далее, они не могут там быть. С минус 12 до минус 31. И резкое похолодание отступать, похоже, не собирается. В воскресенье на дорогах сохранится голодица, а морозы продолжат гостить в республике. Слава Тухмадулина, Мерзалишу, Гузель Шигапова, Леонар Султанов, ТНВ, Казань, Набережная, Челны. Свидания разрешаются. В Госдуме хотят обязать медиков пускать родственников к пациентам отделения реанимации, палаты интенсивной терапии. По нынешнему законодательству навещать больных можно и сегодня. Но, как правило, такие свидания. Жест доброй воли главного врача, не обязанность медицинской организации. Готовы ли больницы республики к таким нововведениям, узнавала Алина Бережная. Проблемы со здоровьем у 7-месячной Дианы с рождения. Ребенок родился недоношенным. А неделю назад малышка попала в реанимацию ДРКБ. Но это не мешает маме быть круглосуточно с ребенком. Хорошо, что разрешают, когда захочешь, можно прийти, посидеть своим ребеночком. Здесь нет такого, что нельзя, такое-то время. И такая практика в ДРКБ уже 10 лет. Здесь тяжелое состояние ребенка не повод разлучаться с семьей. По словам медиков, поддержка родителей благотворно влияет на скорейшее выздоровление. Это не тюрьма, это место, где мы действительно вместе должны бороться за здоровье и улучшение, в данном случае, детей. Поэтому нам эти родственники и законы предстоит, они просто необходимы. С 4 до 5 вечера и только после беседы с врачом. По таким правилам уже 5 лет живут родственники тяжелобольных пациентов реаниматологии РКБ. Здесь свидания с больными хоть и ограничены по времени, но разрешены по воле главврача. Мы относимся к этому положительно, потому что это бесспорно влияет на процесс выздоровления самих пациентов. От ограничения по возрасту до норм поведения. В апреле позапрошлого года Минздрав России разработал правила посещения реанимации. Эти памятки получили все медучреждения страны. Однако законодательно они не закреплены. А значит, каждое медучреждение добровольно принимает решение, разрешить посещение или нет. Там тяжелые больные лежат, обычно реанимации. Врачи занимаются лечением этих больных. Родственники просто там мешают будут. Морально поддержать и убедиться в качестве лечения Госдума рассматривает законопроект, согласно которому родственники законно смогут посещать тяжелобольных пациентов. Мнения казанцев на этот счет разделились. Родственники приходят, да, и я думаю, что, конечно, это будет таким, ну, огромным плюсом, что родственники рядом. Эта больница не такое место, чтобы делать из нее проходной двор. Как бы ни начался бардак, мне кажется, если не будет постоянно посещать. Чаще родственников своих видеть. Чаще. И вот это морально будет быстрее оздоравливать. Закон на стадии рассмотрения. А пока чиновники изучают практику лучших зарубежных клиник, где в реанимацию вход разрешен уже давно. Алина Бережная, Амир Залюшев, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. За верность избранной стезе. С днем российской печати журналистов поздравил Фарид Мухаммедшин. Председатель парламента поблагодарил татарстанское медиа-сообщество за нелегкий, но важный и востребованный обществом труд. Ведь деловое партнерство между СМИ и властью проверено временем, а информационное пространство в целом, замечает Фарид Мухаммедшин, это каждодневный кропотливый труд преданных делу профессионалов. Всем уступишь направо, пойдешь. Новый дорожный знак в Казани исчез спустя всего сутки. Установленный в качестве эксперимента на перекрестке Декабристов и Гор Советской, он даже за это время успел наделать шума. Многие водители только обрадовались удобному нововведению, как накануне табличку «Уступи всем» и можно направо демонтировали. Кто посчитал знак неоднозначным, расскажет Лина Зинатулина. Вот такой дорожный знак вызвал резонанс среди казанских водителей. Но со вчерашнего вечера его как не бывало. Красный свет снова без всяких поблажек. Табличка провисела всего сутки. Сегодня от знака на перекрестке Декабристов и Гор Советской лишь фотографии и уже неактуальное обсуждение в соцсетях. О нем писал в Инстаграме и глава Кировского и Московского районов. Установили для удобства автомобилистов. Эксперимент всероссийский. Новые знаки уже есть в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. В Казани он был первым и единственным. Водители во мнениях разделились. Да что-то я даже не обратил внимания. Я смотрю на основные знаки и все. Плохо было. Спасибо. Ну, как бы никому не мешаешь, пожалуйста, направо поворачивай. Для людей будет дико. Все привыкли стоять, ждать. Ну, как бы менять что-то никто не захочет, я думаю. Теперь менять, похоже, и не придется. Знак из час-перекрестка по инициативе госавтоинспекции. В связи с тем, что установка экспериментального знака «Уступи всем и можно направо» была проведена без обязательной процедуры обсуждения проекта изменения организации дорожного движения и вынесения соответствующего постановления из полкома отделом ГИБДД, показания было выдано предписание на демонтаж указанной таблички. Действительно, без такой процедуры знак не имеет законной силы. Поэтому в случае фиксации проезда на красный водителям, которые успели воспользоваться нововведением, может прийти штраф в тысячу рублей. Любой водитель, когда едет, видит какой-то знак, он обязан ему следовать. Он не знает, правильно знак установлен, неправильно, он просто не может этого знать. И на основании этого, что знак был неправильный, а он следовал этому знаку, ну, обжаловать это соответствующее постановление, соответствующий штраф. При этом юрист, как и многие водители, надеется, что процедуру согласования все же проведут, а знак вернут на место. Ведь такой правый поворот, как правило, не мешает остальным участникам движения. Зато пропускную способность трассы увеличивает примерно на 15%. Лиза Анатольевна Марас, Литгараев, ТНВ, Казань. Повторить все в деталях, как на 31 декабря. Вся страна сегодня готовится отметить Новый год по старому стилю. Снова в ходу мандарины, разговоры о новогоднем столе и оливье. Альбина Минибаева о том, как казанцы готовы встретить старый Новый год. Можно парочку бедра. И немножко вот утина, кстати, сердечек, да. Это не день сурка, хотя у многих сегодня чувствовать дежавю к субботней нагрузке продавцам прибавляется еще и предновогодняя суета. Гул в торговых центрах, как на 31-е, полные тележки и большое стремление повторить новогодний размах. Как Новый год встречи, так его и проживешь. Соответственно, старый Новый год не хуже, чем, как и Новый год, и на 31 декабря. Грибочки. Видите, все у нас здесь вот такое. К праздничному столу вы абсолютно верно отметили. Видите, какие у нас тут это. Ну вот самое главное, конечно, это мандарин. Куда же без мандарин в Новый год-то? Мандарины к 13 января снова начинают создавать праздничное настроение. Казанцы второй раз пытаются задобрить собаку. Мясо в лидерах продаж. Правда, уже не в больших объемах, а чтобы погурманить. Берут мясо на косточки для того, чтобы это было красиво подано на стол. Не для того, чтобы трескать, да, вот как мы ели на Новый год. На Новый год мы продавали от души, а берем какой-то маленький, необыкновенный изыск, чтобы было просто вкусно. Но перед праздничным ужином лучше нагулять аппетит, чтобы не только стол, но и настроение было на высоте. Поднимать новогоднее настроение, наверное, даже поморозится лучше до 10 часов вечера. Дальше городок уже будет закрыт. Ну а мы на работе, поэтому поднимаем себе новогоднее настроение уже сейчас. Поехали! Тех, кто накричался и нагулялся, к праздничному столу ждут и рестораны. Антураж тот же. Атмосфера новогодняя держится, елочка у нас украшена, ждем гостей. Старый Новый год 2018-го совпал с выходным, поэтому в ресторанах практически все столики заказаны. 13 января. Это шанс повторить 31-е, но уже в другом составе. Новый год, как правило, отмечают в кругу близких, у семьи. То обычно Старый Новый год приходят в ресторан с друзьями, с коллегами. Какой бы кампании ни было, казанцы готовы еще раз проводить 2017-й и уже окончательно встретить год собаки. Как ты будешь встречать Новый год? Да, хоть как. Поздравлять, вспоминать, как до этого, в это же время, давно-давно встречали Новый год. С настоящим! Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Домашний реванш. Сегодня в Казань решала судьба участия российских гандболистов в предстоящем чемпионате мира. Встретились сборные России и Финляндии. Затем, как наша сборная встречает давних соперников, наблюдали председатель попечительского совета гандбола в России Дмитрий Рогозин и президент Татарстана Рустам Мениханов. Как повела себя фортуна, расскажет Рамиль Шайдулин. Эта игра для российских гандболистов знаково по нескольким причинам. Во-первых, это матч-реланш. Во-вторых, именно здесь, в баскет-холле, завершается первый групповой этап отбора на чемпионат мира. Он пройдет в следующем году, а в этом задача россиян – наработать максимальное количество баллов. По мнению многих экспертов, аналитиков, многие считают, что у сборной России большой потенциал достаточно. Но пока он еще не раскрылся и не реализовался, мы надеемся, что команда попадет сейчас на чемпионат мира и затем дальше уже войдет в элиту мирового гандбола. Словом, здесь все больны гандболом баскетбол. Сегодня почти витком болельщики верят, что фортуна не покинет их команду. Мы болеем за сборную России под гандболом, верим только в победу. Вперед, Россия! Мы с тобой! Вперед, Россия! Мы с тобой! Я сюда пришел с моей мамой, и мы болеем за нашего, второго, Россию. На исходе второй таймер, результативней всех, пока играет Тимур Дибиров, бомбардир сборной России. Забил шесть мячей. В итоге команда опережает соперников на девять очков. Конечно, мы заведомо знали, что мы сильнее в Финляндии, и тяжело мотивировать команду, но мы постарались. Мы довольны, и мы заняли первое место, и прошли дальше в квалификацию. Пока же фортуна благоволит нашей сборной. На этом этапе у команды пять игр, и все пять закончились победами, и россияне сомневаются, что хоть кто-то их догонит. Дамин Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Ну и обзор самого интересного в сети от нашей постоянной рубрики от Армана Кастаняна. Всем привет! Выходные закончились, и наступила уже рабочая неделя. А значит, новостей по сравнению с прошлой неделей прибавилось. Давайте начнем. Новый год, новые правила, новые знаки. Внимание! Теперь можно будет ездить на красный свет светофора. На красный? Да-да, на красный. Речь идет о зеленой стрелке с текстом, который установили у светофора. Этот знак дает возможность автомобилистам ехать на красный свет, если они поворачивают направо и не создают помех другим транспортным средствам. Пользователи опять разделились на несколько лагерей. Кто-то считает, что это только усугубит ситуацию. Кто-то говорит, что такие перекрестки в мире есть, и уже давно пора их у нас внедрять. А кто-то просит снизить цены на бензин. Вот последний, кстати, прям надо бы сделать, а? Картинка, которая показывает всю гениальность некоторых казанцев. Если кто не понял, то маркер нужно было расписывать не на самом объявлении, а на стопке бумаги, которая рядом висит. Теперь хочется, чтобы ваши глаза порадовались. Поэтому пришло время для красивых фото от Рустама Миниханова в нашей постоянной рубрике в сети с президентом. Рустам Миниханов не перестает радовать татарстанцев красотой и новогодней атмосферой, которая царит в парках и скверах республики. Поэтому, друзья, если вы еще не были ни в одном парке, обязательно сходите. А то уже скоро все, зима, как говорится, бет-те. Ну и традиционная уж утренняя площадь свободы, которая превратилась в свою роду приемную президента, потому что под ней постоянно большое количество просьб и пожеланий. Премьер-министр Таиланда просто гений. Здесь вообще слов нет. Короче, слушайте. Он на пресс-конференцию принес собственную картонную фигурку и предложил журналистам пообщаться именно с ней. Он просто сказал, если у вас есть какие-то вопросы о политике, спросите у этого парня. Нет, ну гениально же! Мне кажется, это был мастер-класс по тому, как правильно уходить от ответа. Друзья, вот скажите, пожалуйста, как давно вы играли в боулинг? Думаю, большинство ответит, что очень давно. А почему? Скучно или неинтересно? Вариантов на самом деле много. Вот, например, для одной бразилянки это стало слишком затратно. Она выбила страйк, только немного не тот, который нужен. Ну, совсем бывает. Просто шар полетел немного в другую сторону и разбил телевизор. Причем, если приглядеться, то в телевизор она прям в десятку попала. Ну, прям в центр. Это однозначно страйк. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы в Яндексе. Первую строчку занимает один из главных христианских праздников – Рождество. Вторую позицию занимает вспышка в небе в Татарстане, которая была замечена в набережных Челнах. Что это было конкретно, пока точно не сообщают. Но есть несколько версий того, что это был какой-то болид. Но это не точно. Также в топе советский российский актер театра и кино Михаил Державин, которого не стало на этой неделе. На этом сегодня все. Пишите, комментируйте, присылайте свои новости, видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Далее информация о погоде на воскресенье. Я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет 21.30. Всего вам доброго. Мы держим цены прошлого года. Забирай Датсун в январе с выгодой до 80 тысяч рублей. Автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 семерки. Распродажа нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей. И даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. На предприятии Челный Кировец полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие Челный Кировец. Легендарному трактору вторую жизнь. Сыны отдыхают, а выгоды на каникулах работают. Только до конца января. Бери Ниссан по ценам прошлого года. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 единицы. Редактор субтитров А.Семкин Фестиваль имени Шаляпина. Прикоснитесь к шедеврам классического искусства в исполнении выдающихся артистов мировой сцены. Вдохновитесь грандиозными постановками на сцене театра оперы и балета. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болгарадиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. Уже в предстоящие сутки пришедшие в Республику морозы начнут ослабевать. Подробнее о погоде после полезной информации. Спонсор показ изготовитель корпусной мебели на заказ компании Данил Мастер. Весь январь Данил Мастер дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме Бавлы-Ознакаево будет облачно, выпадет небольшой снег. Температура воздуха около 17 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также временами пройдет снег и около 14 мороза. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске выпадет небольшой снег и минус 14. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе, Синоптике обещают облачную и снежную погоду до 12 мороза. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске и Тржаном будет пасмурно. Температура воздуха минус 11. И также временами пройдет снег. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши без осадков не обойдется. Столбики термометров покажут минус 13. В последующие дни температуры станут еще выше. Завтра в Казани будет облачным. Временами пройдет снег. Температура воздуха минус 10-12. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Ожидается магнитное буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Приятных выходных в кругу близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова